Устрашающая эпид-катастрофа в Индии захлестнула и другие страны. Непал, Лаос и Таиланд. Индийский штамм молниеносно распространяется по всей планете. Многие республики, которые еще вчера вышли из карантина, вынуждены снова объявлять локдаун. Эксперты прогнозируют острый дефицит вакцин. Что еще происходит в мире, знает Елена Меньшова. Почти 4000 смертей за сутки. Индийский штамм один из самых смертоносных и заразных. Это ощутили на себе и жители соседних стран. В Лаосе, Непале и Таиланде усиливают карантин. А производители вакцин прогнозируют их дефицит в регионе минимум до середины лета. Число заболевших в Непале стремительно растет. Больницы переполнены, пациентов размещают в коридорах. В стране с населением меньше 30 миллионов, более 8,5 тысяч заболевших за сутки. В Таиланде более 2000 новых случаев. Несмотря на это, закрывать страну для туристов власти не планируют. Пандемия почти разорила местный турбизнес. Самое популярное направление Пхукет планируют открыть для иностранцев к 1 июля. Но только со справками о прививках. В Лаосе к началу апреля коронавирусом заболели всего 60 человек. Теперь же это число перевалило за тысячу. В основном за счет нелегалов из Таиланда. Тысячи работников сферы развлечений потеряли доход. Пандемия потрепала рынок труда и в США. Это особенно ощутили низкоквалифицированные работники. Люди все чаще жалуются на снижение зарплат и неоплачиваемые сверхурочные. Так работодатели пытаются восполнить финансовые потери. Между тем, как сообщает Fox News, после прививки от коронавируса умерли уже свыше трех тысяч жителей США. Подсчет ввели с декабря по апрель. Противники вакцинации уверены, что Минздрав сообщает лишь об одном случае опасных осложнений. На фоне скандалов вокруг прививок во всем мире, эксперты Всемирного конгресса вакцин выбрали лучшую вакцину от коронавируса. Победила американская Модерна. В шорт-лист также вошли российский спутник и AstraZeneca, применение которой приостановлено в большинстве стран ЕС. Другие производители вакцин уже назвали это решение политизированным шоу. Наталья.